Нечасто на ледовой арене можно встретить больше двух десятков хоккейных арбитров. В Сургуте прошел семинар для линейных и главных судей. Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Этот судейский семинар ежегодный. Он является подготовкой перед началом большого хоккейного сезона. Коллегия арбитров это живой механизм, где каждый отвечает за свой участок работы. Но все вместе они должны работать на игре, как часы. На главном суде вообще очень большая обязанность. Это проверка не только судей самой игры, но и проверка готовности и на сооружение, и сопутствующих служб. Там охрана, скорая помощь, все остальное. Судьи в бригаде, у них кажут свои обязанности. Приоштрафованных судей за воротами, судья информатор, судья чистого времени. У каждого есть свой раздел обязанностей. Семинар пока собирает не слишком много арбитров. В этот раз в Сургуте собралось порядка 25 главных линейных судей. Проблема в текучке кадров. Их ежегодно обновляется до 70%. Однако есть и те, кого судейство затягивает. Антон Овчинников один из таких. Эти семинары позволяют именно повышение квалификации, узнаем очень что-то новое, дают нам. И вот именно то, что обслуживание тех или иных матчей того или иного уровня позволяет повышать опыт. И плюс приезжают хорошие специалисты. Он показывает, грубо говоря, вот на эту станете, потом вот так, потом вот так. Один из руководителей этих сборов инспектор континентальной хоккейной лиги Сергей Мохов. Он помогает югорским арбитрам с техникой теории. Тем более не так давно вышли изменения в правилах игры в хоккей. Мы пытаемся каким-то образом отработать взаимодействие на льду, какие-то повысить теоретические навыки у ребят. Значит, к сожалению, состав получается разношерстный. Как совсем молодые люди, которые даже никогда не одевали судейской рубашки, не просто приехали на сборы наши в первый раз, так и ребята опытные. Юлия Лошко выбрала для себя весьма необычный для молодой девушки род занятий. Она тоже арбитр, а в прошлом игрок хоккейной команды. Я играла за команду Городова-Радужный. Потом я переехала сюда учиться. И получилось так, что я от работы попала сюда на семинар судей. И меня очень заинтересовало это дело. И с тех пор я начала, можно сказать, свою судейскую карьеру. Юлия говорит, что хоккеистам ее присутствие на льду в судейской форме может показаться немного странным. Потому она, можно сказать, маскируется так, что распознать в линейном арбитре хрупкую девушку зачастую бывает невозможно. Я стараюсь прятать волосы и всячески не показывать, что я девушка. Можно сказать, что я предпочитаю равенство. У меня так было и в игре, потому что я играла в мужской команде. И мне тоже приходилось свои хитрости применять, чтобы со мной играли как на равных. У Юлии планы на карьеру большие. Тем более, что ее пример в России не первый. В Череповце живет и работает Елена Иванова, которая уже обслуживает игры чемпионатов мира и имеет звание судей международной категории. Есть куда расти и семинары для арбитров, которые проходят в Югре, этому только способствуют. Дмитрий Круковец, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.